В эфире информационно-правая программа «Де-факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Опасный манёвр. ДТП с мотоциклистами резко ухудшили статистику. Пострелял, выпил за руль. Итог – депортация и крупный штраф. Рыбные места пустыми не бывают. Госинспекторы проверили рыбаков. А начнём с тяжких преступлений, минувших выходных. Помутневший от алкогольного вливания рассудок не дал вовремя остановиться. В Центральном и Советском районах Гомеля на прошедших выходных были найдены зарезанными два молодых человека, подозреваемые в обоих случаях задержаны. В субботний вечер парни с девушками решили провести у костра. Утруждать поиском места для отдыха себя не стали и расположились в своём районе, рядом с водоёмом по улице Братьев Лизюковых, недалеко от областной больницы. В ходе беседы за бокалом пива один из отдыхавших напомнил второму парню о невозвращенном долге. От обязательств должник не отказывался, но просил повременить, так как денег взять было негде. Возникла словесная перепалка с угрозами физической расправы. Предъявлявший претензии, соизмерив свои шансы на победу, позвонил по телефону друзьям. В ходе распития спиртных напитков между ними возник конфликт на почве долговых обязательств. В результате конфликта подозреваемый нанёс одному из присутствующих удар ножом. Под удар попал 18-летний парень, прибежавший с друзьями по звонку. Он был первым, кто приблизился к загнанному в угол должнику. Смерть наступила скоропостижно, скончался он от массивной кровопартерии, в результате проникающего околоторезанного ранения грудной клетки с повреждением сердца. Драка закончилась, едва начавшись. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Все участники конфликта, а их в общей сложности, насчиталось свыше 10 человек, дают показания. Часть из них, в том числе и обвиняемые в убийстве, уже не раз попадали в поле зрения правоохранителей и имели конфликты с законом. По данному факту Гомельским городским отделом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. За совершенное преступление подозреваемому угрозить наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет. На следующий день, в воскресенье, оперативно-следственная группа выезжала на подобное происшествие в Центральном районе. На дворовой территории по улице Книжная был обнаружен мертвым 29-летний мужчина, житель одного из близлежащих общежитий. Как и в первом случае, следствие установило, что ножевые ранения в область грудной клетки ему нанес знакомый, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Пятница вечер. Еще это время называют праздник шофера. По статистике, именно на конец рабочей недели и на выходные дни приходится пик пьяных ДТП и нарушений под мухой. Наша съемочная бригада приняла участие в специальном рейдовом мероприятии отдела ГАИ ОВД Гомельского района. И вот, что нам удалось увидеть. В начале патрулирования вблизи дачных поселков и застраивающегося пригорода Гомеля. Из выявленных нарушений административная мелочь – непристегнутый ремень или отсутствие при себе водительского удостоверения, мол, в соседний магазин за хлебом и обратно. Но вот по оперативному радиоканалу поступает сообщение о ДТП с пострадавшими в поселке Ильич. На месте выясняется, что водитель мотоцикла «Урал» на скорости входил в поворот, но не справился и ударился о столб линии электропередач. Початая бутылка пива, рюмка и закуска на месте ДТП дают право предполагать, что водитель мог быть под градусом. В нашем распоряжении оказалась запись видеорегистратора автомобиля, зафиксировавшего момент ДТП. Вот эти кадры. Водитель мотоцикла и пассажир получили телесное повреждение. Оба доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка. На место выезжали сотрудники ГАИ и оперативная группа РОВД. На текущий момент на территории Гомельского района произошло 16 дорожных транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло и 20 получили ранения различной степени тяжести. Важно отметить, что подавляющее большинство ДТП случаются из-за несоблюдения скоростного режима на загородных автодорогах. Конечно, свою лепту в общую статистику вносят и мотоциклисты-мопедисты. При попытке проверить документы у одного из таких водителей пришлось включить проблесковые маячки и сирену. Пять минут погони по извилистой проселочной дороге на высокой скорости результата не принесли. Мужчина с обильной растительностью на лице в возрасте 30-35 лет скрылся от погони в дачном поселке. Вероятно, этот водитель неспроста рисковал жизнью, на скорости уходя от экипажа ГАИ. Очень может быть, что человек накануне употребил спиртное. Практически каждый день происходит задержание на дорогах Гомельского района водителей, управляющих в состоянии опьянения и не осознающих большую степень опасности как для себя, так и для окружающих его водителей и участников дорожного движения. Принимаются меры административного воздействия, а в случае повторного задержания в течение года таких водителей наступает уголовная ответственность. К примеру тому, явилось задержание жителя Гомельского района, который управлял мопедом, не выполнил неоднократные требования об остановке транспортного средства, преследовался экипажем ГАИ Гомельского района, после чего был задержан и доставлен в Гомельский РУВД. К слову, вот уже три года действуют поправки в Уголовном кодексе Республики Беларусь за повторную пьяную езду. Могут не только дать штраф в размере от 300 до 1000 базовых величин, но и лишить свободы сроком на два года. Дело по задержанному нетрезвому мотоциклисту передано в суд. Несколько раз в году Госавтоинспекция проводит профилактические акции, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей скутеров, мопедов и мотоциклов. И хотя в целом динамика положительная, количество подобных ДТП уменьшается, существует категория водителей, для которых правила не писаны. Ставка для них в этой игре с законом – жизнь зачастую собственная. В понедельник вечером улица Советская на участке от перекрестка с улицы Ефремова до улицы Федюнинского стояла в пробке. На остановке общественного транспорта электроаппаратура 38-летний водитель мотоцикла врезался в восстановившийся для высадки пассажиров рейсовый автобус. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Предварительная версия ДТП – водитель не рассчитал траекторию обгона. В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Ранее мотоциклист был лишен права управления транспортным средством, так как был задержан сотрудниками ГАИ в состоянии алкогольного опьянения. Бывалые рыбаки говорят, что самые рыбные места на Гомельщине находятся в акватории слияния Днепра и Березины в Будокошелевском районе. Именно там и прошел последний рейд сразу двух госинспекций – охраны животного и растительного мира и маломерных судов. Активнейшую поддержку оказал и Будокошелевский БООР. Местное общество охотников и рыболовов предоставило моторную лодку и сотрудника. На воду грузились около пяти часов вечера рядом с базой отдых объединения «Гомсельмаш». Вначале шли по Березине, заходом во все рукава и затоки реки. Проверяли практически каждого рыбака на лодке. В течение довольно короткого времени было составлено с полдюжины протоколов за самые разные нарушения эксплуатации маломерных судов. Начиная с отсутствующих документов на лодку, заканчивая банальной маркировкой бортов, которую люди не затрудняются наносить. Правда, один из судовладельцев после получения штрафа украсил свое плавсредство бортовым номером. Но, как говорится, поезд ушел. А штрафы тут немалые – от пяти до десяти базовых величин. Сегодня, значит, мы его привлекли к ответственности, но уже по возвращению обратно из рейда он нам махал прямо с берега и показывал, что он уже нанес номера на свое маломерное судно. И поэтому он просто-напросто не успел, потому что уже наказание было и постановление вынесено. В зоне ответственности гомельского участка ГИМС такие реки, как Сож, Днепр, Липа, Ипуть. И поэтому мы еженедельно стараемся выходить на все эти реки. Уточним. У судоводителя при себе должны быть судовой билет и удостоверение на право управления, если мотор более пяти лошадиных сил. Судоводитель и все его пассажиры должны быть в спасательных жилетах. В лодке обязательно должна находиться медаптечка, огнетушитель и техническая аптечка на случай повреждения судна. Но и вдобавок нужен так называемый швартовый конец – трос или веревка для фиксации судна на берегу. А наше контрольно-полевое мероприятие около полуночи пришвартовалось на Губичском кордоне, на границе со Жлобинским районом. Прошли более 70 километров по двум крупным рекам Гомичины. И в самом конце нашли браконьерские сети. По возвращении с полевого контроля мероприятия на озере Руи, арендованную участок ГПРД Засмычок, был установлен факт, что стояло две сети, владельцев установить не представилось возможным. Данные сети были изъяты из водоема, дабы не причинить вред окружающей среде. У меня там попалась одна рыба вида чихонь, не чихонь, а жерех, которая была отпущена в живом виде. Вот, ну, получилось, живое отпустили. Вот, все эти были извлечены. Подобные контрольно-полевые мероприятия инспекторами проводятся еженедельно. При этом продолжительность такого рейда может длиться до трех суток к ряду. А в зоне ответственности инспекции – Жлобинский, Рогачевский и Будокошелевский районы. Для браконьеров здесь особо притягательны Днепр и Березина, а также десяток малых рек. Всего по межроинспекции за первое полугодие выявлено более 90 административных нарушений природоохранного законодательства. Кроме того, по семи фактам были возбуждены уголовные дела. Пьяный за рулем с контрабандным оружием после незаконной охоты. Руссо-туриста облика морали – это не профигуранта последнего резонансного задержания инспекторов природоохраны в Калинковичском районе Гомельщины. Выстрелы возле речки Турии не на шутку встревожили местных жителей. Вначале позвонили участковому, а уже тот вызвал сотрудников межрайотдела охраны животного и растительного мира. По горячим следам на собственном автомобиле с российскими номерами был задержан житель Владимирской области. При нем обнаружился охотничий арсенал и стойкий запах перегара. Пришлось вызвать инспекторов госавтоинспекции. Итог этой почти анекдотической ситуации закончился плачевно для гостей из России. Крупный штраф – более полутора тысяч, динаминированных рублей и депортация. Наши работники вызвали работников милиции, государственной автоинспекции. За все три совершенных нарушения гражданин привлечен к административной ответственности и депортирован с территории Республики Беларусь. Он понес административную ответственность за нарушение в области обращения с гладкоствольным оружием. Ну и, соответственно, по линии ГАИ был наказан. И по части 1 статьи 15.35 административного кодекса за незаконный охот. Случаи с вооруженным интуристом на нашей территории отнюдь не уникальны. Несколько месяцев назад в Добружском районе была задержана группа жителей Подмосковья на внедорожниках с внушительным боекомплектом для нарезного и гладкоствольного оружия. Говорили, что заблудились. Хотя в инспекции охраны животного и растительного мира есть предположение, что такие визиты отнюдь не случайны. В приграничных зонах радиоактивного загрязнения на белорусской стороне живности сегодня куда больше, чем на российской. И, кстати, речь идет не только об охоте, но и рыбаках-браконьерах-нарушителях границы. Таковых также немало, но уже с украинскими паспортами. Подобная ситуация характерна у нас для территории Ветковского, Чечерского районов. Там, где имеется непосредственно граница с Российской Федерацией, Добружский район. Охотники либо сознательно, либо неосознанно переходят с территории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь. И здесь уже задерживаются нашими сотрудниками. В этом году были случаи задержания россиян, в том числе и с нарезным оружием, и с боеприпасами для нарезного оружия уголовные дела возбуждались. Следует отметить, что еженедельно по стране фиксируются порядка 10 фактов незаконной охоты и полсотни браконьерств на воде. В среднем природоохранниками изымается по 3-4 незарегистрированных ружья и 5 километров рыболовных сетей. Последние недели в оперативной статистике постоянно отмечается работа госинспекторов Гомельщины. Субтитры создавал DimaTorzok